4 октября 2016 года в результате атаки украинских хакеров была взломана и заблокирована база данных Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики. В связи с этим мы были вынуждены приостановить пенсионные выплаты. Надеемся, что в самое короткое время база будет восстановлена. К процессу восстановления базы подключены специалисты Министерства связи ДНР. В течение ближайших дней все выплатные документы будут подготовлены и переданы для выплаты пенсионерам нашим на ГП «Почта Донбасса» и Центральный Республиканский банк. Пенсионный фонд ДНР приносит извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся на сегодняшний момент ситуации. Мы не исключаем, что атака была связана с недавно прошедшими в столице Праймерис и с заявлениями Украины, что списки избирателей могут попасть в СБУ. Следует полагать, что целью хакеров была исключительная дестабилизация социальной ситуации в Донецкой Народной Республике. Не секрет, что украинские власти всеми способами пытаются ужесточить экономическую блокаду ДНР. В том числе это и касается выплат честно заработанных нашими пенсионерами. Возможно, база данных Пенсионного фонда была также необходима и для другой цели не выплачивать пенсионные выплаты. И для тех, кто пенсионерам, которые смогли их оформить на территории Украины. Пенсионный фонд делает все возможное, чтобы информация о получателях пенсии осталась конфиденциальной. И приложим максимум усилий для повышения уровня защиты базы получателей пенсионных выплат Пенсионного фонда ДНР. Мы расцениваем эти действия, прежде всего, как диверсию, направленную на то, чтобы повысить социальную напряженность нашей республики, для того, чтобы наши пенсионеры не получили вовремя пенсию. И второе, мы считаем, что действительно есть попытка приостановить законные выплаты украинской стороной тем пенсионерам, которые проживают в ДНР. Заметьте, что действия эти направлены не против Министерства обороны, а против наших стариков, которых мы не дадим в обиду. И сейчас предпринимаются все действия для того, чтобы максимально быстро восстановить все базы, для того, чтобы восстановить выплаты, произвести эти выплаты. Для этого привлечены специалисты Министерства связи, другие специалисты. И Пенсионным фондам ДНР делается все, чтобы максимально повысить защиту наших баз-получателей и сохранить ее конфиденциальность. В ближайшее время мы все восстановим. О каком количестве пенсионеров идет это речь? По состоянию на 1 октября на учете в Пенсионных фондах ДНР составит 676 тысяч пенсионеров. Продолжение следует...